Страна погружается в хаос, но кто-то сильно разбогатеет Страна погружается в хаос, но кто-то сильно разбогатеет 8 часов 16 ноября 2019 года Ройтерс, Хенри Ромеро Слезоточивого газа во время столкновений между сотрудниками сил безопасности и сторонниками бывшего президента Боливии Эва Моралеса Ройтерс, Хенри Ромеро Сергей Савчук Все материалы К удивлению некоторых наблюдателей, после выезда из Боливии ее политического руководства во главе с Эвом Моралесом и прихода к власти в качестве временного президента оппозиционного сенатора Аньес насилие в стране не прекратилось А напротив, выходит на новый уровень Как сообщают новостные агентства Теперь полиция применяет спецсредства и слезоточивый газ против сторонников левого экс-президента Правые парамилитари продолжают атаковать их в приватном порядке Призывы самого Моралеса прекратить насилие и игнорируются Что произошло и чем закончится активно обсуждают, строя гипотезы и прогнозы Мы же попробуем посмотреть на произошедшие с практической точки зрения Фигура первая, политическая Теперь уже бывший президент Боливии Эва Моралес прошел долгий и неоднозначный путь Выходец из самых низов и голос народности Аймара Он стал первым представителем коренного народа, который смог возглавить страну Впервые в президентскую резиденцию в Сокре Моралес въехал в начале 2006 года Во многом благодаря радикальной антиамериканской риторике Обещанию национализировать нефтегазовую промышленность страны И легализовать выращивание коки, основной сельскохозяйственной культуры Моралес провел конституционную реформу и отменил запрет Одному и тому же человеку занимать должность президента более двух сроков За тем решением суда первый срок Моралеса признали фальстартом Благодаря чему он смог переизбраться в 2014 В году нынешним неугомонный Эва окончательно осознал себя национальным спасителем И, невзирая на совершенно явное неудовольствие населения, переизбрался вновь Уже по факту в четвертый раз Вчера, 14.37 До новых встреч Моралес пообещал вернуться на родину с одним условием Эва Моралес не успел приземлиться на гостеприимной мексиканской земле Как его потянуло на родину Обещает вернуться, но при одном условии Правда, оно вряд ли выполнимо Справедливости ради нужно упомянуть Что Моралес действительно выполнил многие из своих обещаний И даже коллективный Запад некоторое время пел ему дефирамбы Вот, например, британское The Guardian Пишет, что Моралес смог построить социализм, который ничуть не вредит экономике Вот они же удивляются, что Боливия смогла переломить историческое проклятие И стать успешной страной при полном игнорировании интересов США The Globalist Констатирует, что в Боливии построен социализм, мотивирующий людей к работе Фигура вторая Подземная до эпохи Моралеса Боливия была середняком южноамериканского континента Страна со средним размером территории Не самым большим населением и богатыми природными ресурсами При этом добыча большинства начата относительно недавно Конкистадоры еще в 17. Обнаружили здесь громадные запасы серебра, но они даже представить не могли Сколь обильные сокровища скрываются под пологом джунглей Помимо собственно древесины и сельскохозяйственных культур, которые страна активно экспортирует В Боливии нашлись запасы нефти, газа, золота, цинка, свинца, серебра, сурьмы, вольфрама, олова и многого другого По самым свежим оценкам, доказанные запасы углеводородов составляют около 12,5 триллиона кубометров природного газа и 240 миллионов баррелей нефти Совсем недавно стали известны данные георазведки, утверждающие, что прогнозные запасы могут подрасти еще на 135 миллионов баррелей Сегодня в Боливии ежегодно добывается порядка 18 миллиардов кубометров газа, 80% которых тоже уходит на экспорт, в основном в Бразилию и Аргентину Доля углеводородов в национальном экспорте составляет внушительные 34%, или 3 миллиарда долларов, пополняющих государственный бюджет Ну и еще немного цифр, так сказать, для составления максимально полноцветной картины Боливия это не только нефть и газ, это еще и 6% мирового производства серебра, 4 сурьмы, 3 бора и цинка, 2 вольфрама, без которого сегодня немыслимые тепловые турбины и ракетные сопла, а также 1% планетарной добычи висмута 14 ноября, 23.38 Путин надеется на сохранение сотрудничества с Боливией при любом президенте Нужно сказать, что когда Эва Моралес в первый раз стал президентом, в наследство ему досталась нищая страна, где хозяйничал кто угодно, только не само государство И молодой президент принялся активно это менять Был полностью национализирован сектор газодобычи, а доля частных компаний в добыче нефти сократилась до третья В этом рынке компания Где государство владеет контрольным пакетом акций, а устав разрешает иностранные инвестиции, но запрещает иностранцам в течение ближайших 40 лет проводить какие-либо добычные работы YPFB обладает эксклюзивным и приоритетным правом торговли углеводородами Боливия, понимая ограниченность собственных финансовых резервов, активно приглашала иностранные компании принимать участие в отработке недр Например, в 2010 году правительство заключило соглашение с индийской компанией Джиндл Стил Амперсант Пауэр Лимитед Джей Эс Пи Благодаря чему неподалеку от месторождения Эл Мю Тан Возник горнообогатительный комбинат, производящий более 10 миллионов тонн железорудного окатыша и широкой номенклатуры прочей продукции И правительство Моралеса могло записать в свой актив немало проектов, подобных этому 14 ноября, 1611 Захарова прокомментировала ситуацию в Боливии Надо сказать, что по прошествии 10 лет президентства Эва Моралес не сменил своей антиамериканской риторики И компании из Соединенных Штатов стояли в самом конце в очереди потенциальных компаньонов на разработку вожделенного металла В январе 2019 года государственная Ясамиэнтос де Лития Блевиано Заключила крупнейший в истории контракт стоимостью 2,3 миллиарда долларов с китайской Ксэнджиэнк Пиа Групко Лимитед По условиям которого китайцы получили право на отработку месторождений лития в пустынях Кой Паза и Пасто's Гранс По стечению обстоятельств Китай в этот момент уже год находился в состоянии непримиримой торговой войны с другой мегадержавой Которая тоже претендовала на роль главного производителя электрокаров и аккумуляторных батарей к ним Некоторые утверждают, что КНР банально перекупило боливийское правительство Которое ради громадных китайских инвестиций в одностороннем порядке вышло из годом ранее заключенной сделки с немецким концерном Вчера, 11.05 сказано в эфире есть ли у Моралеса возможность вернуться в Боливию Мнение эксперта бывший президент Боливии Эва Моралес назвал условия своего возвращения в страну В эфире радио «Спутник» генеральный директор латыноамериканского культурного центра именю Гачависа Егор Ледовской оценил ситуацию Однако учитывая, с какой поспешностью одна страна, которая считает всю Латинскую Америку своим задним двором Приветствовала путь, а также сколь яростно требовали на площадях возвращения добывающих компаний в частные руки Мы, весьма вероятно, станем свидетелями разрушения наследия Моралеса Первым призом будут тонны лития, а далее дело дойдет и до всего остального Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому